Дня Сейма. Коллективное заявление с требованием рассмотреть этот вопрос подписали 13 тысяч граждан. Авторы инициативы указывают, что жители Латвии на продовольственные товары тратят примерно треть своих доходов, поэтому снижение НДС будет ощутимым подспорьем. При этом они не уточняют, какой именно должна быть ставка и на какие продукты она должна распространяться. Этот вопрос оставляется на усмотрение Сейма. Автор поправок сегодня на заседании парламентской комиссии указал, что депутатам нужно действовать так же, как и в вопросе отсрочки либерализации рынка электроэнергии. Это вопрос уровня жизни людей, вопрос заботы законодателя о народе. Кроме того, это вопрос политической стабильности, в той же мере, что и недавнее решение о ценах на электричество. Сниженные ставки НДС на продукты в той или иной степени действуют в 25 странах ЕС, указывают авторы инициативы. Тем не менее, Минфин против этого предложения. Министерство указывает, что малоимущие не получат выгоду от такого шага. Эффект для бедных сработает лишь на 10%, в то время как 50% выгоды от снижения НДС на продукты получат торговцы. Минфин подчеркивает, забота о малоимущих это вопрос политики пособий, а не снижение ставки налога.